добрый день друзья сегодня рассмотрим иллюминатскую концепцию древа сферот это наш мир и я подробно эту концепцию для вас расскажу изложу объясню очень интересная вещь и очень-очень познавательное для того чтобы понять как устроен наш сегодняшний мир в изложении религиозных теологов а 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 друзья ну вот я открыл файл с изображением этого древа сферот вы видите она перед вами на экране я коротко пока она идет и пока вы его рассматриваете я коротко вам расскажу что такое вообще древо сферот это символьное изображение нашей солнечной системы мировоззренческое изображение она конечно не космологическое по нашим сегодняшним моментам понимания и поэтому не надо искать каких-то соотношение между сегодняшними представлениями о космосе и вот этой геометрии изложены на таком вот способе подачи информации с другой стороны это древний относительно ну старинный по крайней мере способ изложения информации который очень важен для того чтобы понимать почему собственно мы сегодня перешли космосу и начали его исследовать без всяких дополнительных объяснений я вам излагаю эту концепцию вот каким образом существует вот то самое древо сферот это конечно библейская система изложения другие они другие и по-другому изложены но сегодня мы только об этой будем говорить я больше не буду поправляться оговориться своих словах так вот здесь смысл в чем существует десятиричная система счисления которая построена по представлениям о древнем космосе в единичку человек рождается в девятку он готовится к переходу на тот свет и вот так идет десятиричное исчисление повторяясь каждый десяток и каждый десяток это наша с вами игра вот эти представления они взяты не вовсе не из того что у человека десять пальцев как нам говорят в школе совершенно нет а из-за того что представление о десяти шагах души души которая следует после того как человек умер или потом она же следует в воплощении человека после того как он воплотился это и есть вот эта десятиричная система счисления каждая единичка когда начинается то есть один начало счета она возникает после воскрешения или после восхождения человеческой души в тело человека и потом вот один два три четыре пять шесть семь восемь девять шагов это и есть шаги которые человек проходит в своем одухотворенном теперь уже теле вот в нашей с вами жизни мы называем ее жизнь по-настоящему это игра люди в ней играют вот в эту игру которая имеет определенные свои правила мы их называем в школе и по физике это физические законы ну а те кто глубоко уже туда засел проник в эту самую игру и понимает о чем речь сейчас я веду те уже понимать что это игра это не жизнь как таковая вот со всеми ее ну как бы знаете независимыми положениями а именно игра может быть кого-то это коробит некоторые считают что они самые ценные во вселенной как персонажи и поэтому к ним слово игра применять нельзя но я вам еще раз напоминаю даже в коране написано в первых там строках в первых сурах что наша жизнь это игра игра не в том смысле что мы играем друг другом а какая-то сила какая-то сила как принято говорить более высокого уровня она играет вот нами как знаете такими ну не марионетками но что-то типа этого на веревочках помните некоторые даже говорили что вот отсюда и стеночка тянется связь с космосом ну вот это и есть марионеточность представление марионеточного плана и сейчас я как раз вот откуда я наткнулся на эту картинку на это представление это в твиттере кто-то выложил канал у него так и называется иллюминаты и вот он выложил вот эту фотографию или что там такое вот обозрение я вам его и показываю чтобы внимательно можно было посмотреть и рассмотреть что же для меня интересным в этой части оказалось то что я в этот момент работал над книгой которая описывает и солнечную систему и нашу всю ультра короткую историю историю нашего этапа игры и вот в той предыдущей своей книги бегущий по лезвию 2053 я как раз составил такую схему древо сифирот которая описывает нашу солнечную систему с точки зрения вот этих круглых ну скажем так шариков которые собой ознаменовывают планеты и эти планеты выстроены в определенную схему сейчас я вам ее покажу вот эта схема сейчас я вам ее показываю вместе два варианта левый вариант это библейский вариант а правый вариант это тот который построил уже я системы отличается совсем немного и здесь что самое главное то что в любом случае это десятиричный счет десять планет которые у нас существует солнце и луна иногда некоторыми ставится в разряд планет но в общем они действительно не планеты луна точно не планета я вам уже много раз говорил что она эмиттер тот который посылает управление нашей с вами цивилизации а солнце это коллектор которые собирают в результате то самое управление которое испущено луной прошло оно через средние миры а средние миры это наши планеты солнечной системы и вот эта собранная информация прошедшие через средние миры она собирается уже в солнце и проходит через солнце который является в данном случае если космическими терминами говорить является черной дырой куда проходят только души только информация информация если кто хочет официальную физику в этом смысле понять то стивен хоукинг степан хавкин известный английский британский астроном и физик он как раз это все описывал с официальной позиции что у нас есть черные дыры куда проникает не материя не свет а только информация а материя и свет они остаются здесь вот как говорится на стороне того кто проникает туда материя распадается свет излучается поэтому черные дыра это солнце солнце которое излучает вот этот оставшийся свет и он остается этот свет от пожирания той самой материи от ее распада это известные все физические вещи здесь как говорится цепляться не к чему ни с одной ни с другой стороны весь вопрос только состоит в том как зрители как слушатели как те кто наблюдает за этой ситуации и пытается не разобраться как они насколько они знают физику сегодняшнего дня я вам рассказываю с передовых позиций физики потому что я этим занимаюсь уже давно лет двадцать и самое главное что у меня есть много физических публикаций по физике в самых крутых скажем так научных изданиях и даже монография в вычислительном центре ран абсолютно академическая монография о структуре вакуума поэтому я в этих вещах разбираюсь достаточно подробно и глубоко те кто их не понимают в моем изложении есть естественно и такие те просто немножко опаздывают за физикой нужно подтянуть свои знания по физике все будет понятно и ясно большинство людей как я вижу из комментариев к своим публикациям я понимаю что и они меня понимают и поэтому нас connect как бы связывается так вот эти схемы которые сейчас вы видите на своем экране чем они хороши тем что здесь я беру сейчас левую схему вот ту которая библейско скажем так иудеи складывают свою символику нашей вселенной соотнося планеты которые построены вот в это древо сферот древо сферот это цифровое дерево чтобы вы понимали сфера это цифра по-русски тонкости произношения вы надеюсь оцениваете даже на слух так вот когда идет такое изложение то в нем видно что во первых вот это древо она формирует некоторую систему во вторых в нем 10 параметров которые заложены и они отмечены кружками там построена какая-то система между ними видите 1 2 3 4 5 цифры стоят это порядок следования условный конечно же но самое главное две вещи первая вещь что каждый этот кружок соответствует планете планете солнечной системы то есть мы с вами видим вот на этой диаграмме что ли так ее назовем вот на этом рисунке именно саму солнечную систему состоящую из планет которые в ней наличествуют дальше второе что интересно это то что каждая планета соотнесена с конкретным богом в данном случае здесь есть два варианта я представил их есть классический вариант это уран нептун сатурн марс юпитер и так далее и есть библейский вариант и а эхия иегова и лохим эль и так далее вот эти боги библейские боги так скажем греческие они являются названиями планет а планеты стоят в древе сферот и перед вами перед вами солнечная система не физического свойства которую сложили физики двадцатого века а чуть более ранние схема солнечной системы которая сложена была ну другими знатоками первоначальными знатоками которые соединили планеты вместе собрали их солнечную систему дали им вот такой порядок следования и дальше что интересно эти планеты были эманациями представительствами или представляют собой тех самых древних богов или если библейским терминами говорить то это разные проявления одного и того же единого единого библейского бога они все время говорят что он единую них ну вот мы читаем здесь те же самые боги что и у тех же греков ни в чем разницы нет у них множество а у библии один но только один представляет собой множество поэтому вот мы с вами это и видим так что вот какая интересная схема здесь я по ней пройдусь по библейской схеме которая слева перед вами на рисунке начинается она с нептуна потом уран сатурн юпитер марс дальше идет солнце потом идет венера меркурий дальше идет луна и 10 это земля то есть получается что по мнению библейства здесь человек как бы возникает своим ну скажем так душевным потенциалом душой духом кто различают душу и дух человек как бы рождается на нептуне и следует до земли и вот земля это то самое царство где человек уже и развивается и окончательно процветает именно поэтому если мы берем уже посуду нашей современной материалистической науки а материалистическая наука как раз вот на этой схеме построена потому что итогом внизу под десяткой является земля то есть итог нашей материалистической науки это исследование вот того как пришла земля в этот мир и как к ней пришла душа тело и вся эта система вот к этой самой земле то есть это материализм перед нашими глазами полный своей вот этой вот воплощенностью представлен ну и естественно точка нептун первая точка она говорит о том что сегодняшний материализм нам выводит свою теорию что все живые организмы вышли из воды вот мы с вами это и видим видите как получается здесь четко физическая теория сегодняшней эволюции земли представлена научная хотя это библейский источник но я вам уже много раз говорил что современная наука это раб божий о библейской религии это давно уже известно с конца девятнадцатого века с двадцатого века это и начало воплощаться здесь и получается сначала организме на нептуне в пределах эхии возникли потом вышли на сушу каким-то образом там далее но постепенно выходили а по мере выхода этих организмов сформировал с неба уран потом сатурн и так далее так далее появилось солнце на шестом этапе помните когда в книге бытия говорит бог рассказывает что он появился в нашем мире этот бог и он сотворил солнце и луну как счетчики времени и осветительные приборы не больше не меньше это потом уже в наше время вот этому солнцу и луне придали вот такие значения как мы сегодня это знаем солнце стало какой-то далекой звездой огромного размера а луна вдруг стала вот каким-то телом который способна способна своим маленьким тельцем диском или вот той окружностью сферочкой маленькой как они говорят ученые заслонить целое большое солнце без эффектов дифракции и интерференции вот это не всегда очень сильно удивляет и поэтому но не буду здесь удаляться вот в эту часть короче вы видите вот эту самую схему она библейская здесь все конкретно понятно больше я к ней касаться прямо персонально не буду вторая схема это та которую я построил в ходе написания книги бегущий по лезвию 2053 она она уже больше на более продвинутых моментах основана потому что библейская построена на данных начала 20 века когда собственно и создавали библию вот тогда и были известны все эти планеты которые здесь указаны нептун был открыт в 19 веке поэтому он стоит здесь первым под номером единичка это я про библейскую концепцию говорю если бы был уже плутон там какой-то открыт но плутон вы знаете в двадцатом веке открыли а в 19 веке еще плутона не было в начале двадцатого тоже еще не было поэтому концепция замыкается на непту не предыдущий к плутону планете ну естественно пояса койпера тоже было еще не открыто потому что его еще не знали а поиск койпера это как бы оболочка яйца нашей солнечной системы если кто не в курсе это прям вот совершенно такой знаете вот эта картинка здесь сегодняшние представления показаны о нашей с вами земле издалека вот смотрите внешне это облако оорта это как бы вот знаете вот то самое ну скажем так яйцо что ли в котором находится наша солнечная система и она же изнутри определенным образом связано и увязано на поиск койпера от которого начинается уже орбиты планет первый из которых тот самый плутон который мы сегодня знаем помните я вам говорил рассказывал делал целый ролик как библейские астрономы которые ратуют только за библию как они хотели плутон убрать совершенно из системы солнечной системы планет но потом вроде как вот недавно год назад что ли опять вернули его это все религиозная война потому что вместо плутона они хотели поставить эриду а эрида это совершенно другой персонаж религии религии это не астрономические совершенно войны к астрономии отношения никакого не имеет астрономии а а а а а а а